Дверь открыл, я сказала! От кабины отошли! Ты не имеешь права меня удерживать! Дверь открыл! Я сказал, когда она меня... Дверь открыл! Много больных пациентов, много... Больных я ни одного не вижу. Я вижу перевозки. Мы в 7 утра сели и в 7 утра выпали вот из этой машины. Вот и все. Система действительно оказалась не готова. Это потерянное управление. Имеем ли мы моральное право подождать и пожертвовать здоровьем и жизнью еще какого-то количества наших земляков, дав министру доработать. Кто бы мог подумать тогда, в начале 2020 года, что это безумие с нами надолго. По оценке разных экспертов, пандемия могла закончиться еще летом прошлого года. И уж точно мало кто понимал, что осенью нас ждет сценарий европейских стран. Переполненные госпитали и морги. Нехватка бригад скорой помощи и лекарств. Горбольница номер 5 – очень важное место в истории COVID-19 на Алтае. Здесь многое произошло впервые. 29 марта 2020 год. В Алтайском крае впервые выявляют коронавирус. Это была жительница Барнаула, которая вернулась из Доминиканской республики. Зараженную и ее мужа помещают в инфекционное отделение этой больницы. Тогда семья этой женщины подверглась жесткой критике и травле. Спустя почти месяц, 24 апреля, в этой же больнице умирают первый человек от коронавируса. Первый в Алтайском крае. Эта новость взрывает информационное пространство. Многие понимают, что инфекция ближе, чем казалось, и она реально опасна. Мужчине было 57 лет. Он страдал от почечной недостаточности, был на гемодиализе. Но, как потом показала жизнь, вирус начал забирать даже, казалось бы, абсолютно здоровых людей. И летальных исходов уже не один, а по 12, 13, 14 человек в день. К смерти от коронавируса все привыкли, она стала обыденностью. Это больше не вызывает панику. Люди все-таки существа, которые готовы мириться со всем происходящим. Поэтому это был просто некий взрыв паники. А в дальнейшем мы видим, что все осталось на прежнем уровне, просто снизилось информационное давление. Опять же, коронавирус – это тот вирус, который с нами останется навсегда. Он теперь будет всегда и постоянно. Очень быстро контроль над инфекцией был потерян. Люди начали терять своих близких. Даже среди известных лиц – потери. Октябрь. На 56-м году жизни скончался человек-легенда – психолог Алексей Капранов. Первый телеведущий мужчина на Алтае – Сергей Марков. Директор государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая – Александр Березиков. Тогда же в октябре встала плановая медпомощь. Люди от бессилия вышли на митинг. Болячек куча. Сейчас только Бога молю, чтобы не прихватило сильно. Встаю утром и говорю спасибо Богу, что еще я сегодня живаю. Проблемы в этой сфере были и ранее. Просто долгое время не было такой тяжелой ситуации, которая смогла стать вот таким вот индикатором, показателем. Естественно, вся эта оптимизация, уменьшение количества медицинских учреждений в регионе и привела к этому. Жители края, которые продолжали хоронить своих близких в закрытых гробах, зачастую не могли понять логику властей. На глазах людей в здании посудоцентра чиновники решают открыть ковидный госпиталь и преобуваются в воздухе. Уже после начала работ власти вдруг понимают, что здание не подходит под красную зону. Из-за ковидных ограничений в крае загибается бизнес, но мы широко проводим день города со стрижами и концертами. Ровно через две недели после Дня города край накрывает всплеск заражений. В какой-то момент люди уже не могут даже пройти компьютерную томографию, сдать тест на коронавирус, вызвать скорую помощь. Часто проблемы у людей начинают решаться только после вмешательства СМИ. В аптеках дефицит антибиотиков и противовирусных, потому что жители края уже не надеются на медпомощь и сметают все лекарства. Стоит ли их винить в этом? На самом деле хорошо, что этих препаратов нет в обычном доступе, потому что на сегодняшний день каждый, назначая сам себе серьезные препараты, наверное, больше бы навредил, нежели бы помог самому себе. Вот такие коры цвыльца. Вот так вот, завалено. Действия, которые проводились с руководством Министерства здравоохранения Алтайского края, привели к такой тяжелой ситуации, они уже служат основанием для того, чтобы провести проверку на соответствие занимаемой должности и решать кадровый вопрос. Коронавирус застал весь мир врасплох. Но возникает вопрос, почему спустя несколько месяцев пандемии мы так и не смогли подготовиться к убийственной волне коронавируса, которая прошлась по региону осенью. Вызов, когда природа бросает человеку, то общество и власть всегда обращаются к кому? К ученым, к экспертам. А меня здесь потрясло, что это попало в политический переплет вначале. Вместо того, чтобы принимать решение и развертывать как-то это, собираться, советоваться, обсуждать с учеными и так далее, и каждый руководитель боится принять какое-то решение. Потому что они не знают, потому что завтра придет прокуратура и на тебя наложат эти наручники. Система показала, что она в принципе встроена в авторитарную вертикаль. Однако многие считают, что власть региона смогла выйти из осенней волны коронавируса без больших провалов. Да, мы иногда запаздывали. Но опять же, если сравнивать ситуацию Алтайского края с другими регионами, каких-то больших у нас, особенно у правильнических, провалов не было. Не было такого, чтобы раз, и вообще не хватает на большое количество людей кислорода. Мы прошли осеннюю волну, не прибегая к экстренным случаям. Ведь всегда можно было развернуть, например, военный госпиталь, если все понимают, что крах, предел и будет хуже. Вот Алтайский край обошелся без такого. На сегодня в крае уже более 37 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. И это лишь начало. А пока расслабляться рано. Пока сезонность это не прошла. В этом-то вся и напряженность, и опасность ситуации. Традиционно сезон подъема заболеваемости урвы и гриппа отчитывается с ноября по апрель. Как это будет? Будет ли это наслоение на подъем заболеваемости гриппом? Будет ли это усиление сезонного подъема заболеваемости урвы и вызванной вирусами негриппозного ряда? Никто не скажет. И мы в этой ситуации правильнее должны быть готовы к наихучему развитию варианта события. По разным данным, пандемия может покинуть нас только в 2022 году. Но уже сейчас мы можем предсказывать события и даже управлять ими. Да и как показывает история, все эпидемии пандемии длились 2-3 года. Поэтому все когда-то пройдет. И это тоже. Продолжение следует...